Здравствуйте! Сегодня хотелось бы поговорить о старчестве, потому что, наверное, нет такого православного христианина, который бы не хотел встретиться со старцем, человеком духовным, который мог бы дать ему духовного совета. Но вот вопрос, зачем человек ищет старца? Недавно я довелась прослушать одну очень интересную проповедь о старчестве. И вот там батюшка говорит, что человек, ищущий старца, подчас Евангелия даже не читал. И вот как мы можем обращаться к старцу, когда мы ничего не знаем совершенно о духовной жизни? Старческого совета мы можем искать только в том случае, если мы ищем Бога. Но не в том случае, если мы хотим узнать свое будущее, какую-то проблему мирскую решить. Для этого нам старец не нужен. Для этого нужен просто нормальный совет умного человека, который в этом деле, в котором у нас возникла какая-то проблема, он уже поднаторел и может нам дать деловой совет. Совет старцев здесь совсем не обязателен. И потом истинных старцев их практически и нет. И на показ они свое старчество не выставляют, свою духовность, они прячут, наоборот, скрываются от людей. Потому что знают, что человек, прежде всего, ищет старца не для того, чтобы получить что-то для своей души, что-то для своего спасения, а ищет только ради любопытства, ради того, чтобы узнать свое будущее, а относится к ним многие как к экстрасенсам. В Евангелии Христос, когда пять тысяч человек накормил питью хлебами, то народ потом его ищет. И Господь ему говорит такие слова. «Истинно говорю вам, что вы ищете меня не потому, что вы видели чудо, а потому что вы ели хлеб и насытились». Что произошло с народом, когда Господь сотворил такое чудо? Народ хочет поставить его царем. Смотри, какой хороший будет царь. Ничего не надо делать, и тебе будет вот таким чудесным образом хлеб умножаться. Ничего не делай, и будешь сыт и доволен. Вот такого бы нам царя. Но Господь скрывается от них. Поэтому Господь многих чудес не творит явно. И над исцеленными, которых Он исцелял и бесов изгонял, Он запрещает им разглашать, рассказывать о том, что Он им сотворил. А у нас сейчас народ ищет именно вот этого. Нам нужно, чтобы нам быть сытыми, одетыми, обутыми, довольными, чтобы все удовольствия у нас были в полной мере представлены. Мы ищем Бога только для того, чтобы жить безбожно. Вот это, казалось бы, звучит ненормально, но, по сути, основная масса людей, которые приходят в храм, и которые едут по монастырям, по старцам, ищут именно вот этого. Они ищут Бога не для того, чтобы жить по заповедям Божьим. Они ищут Бога для того, чтобы жить греховно, и чтобы эти грехи не оказывали никакого действия на их человеческую природу. Что вот согрешил я, и чтобы я за это не болел, чтобы я за это не страдал, чтобы совесть моя была спокойна. Вот они с таким сердцем приходят в храм. По сути, это люди настоящие преступники, духовные преступники, потому что совершают преступления против Бога. Мало того, что они не хотят найти истинного знания о Боге, они еще другим людям препятствуют это знание получить. Потому что, если бы действительно мы искали бы Бога, то сколько бы богоносных людей было, которые были бы нашими наставниками, которые ввели нас к Богу, Господь бы дал нам этих людей. Но так как мы ищем только, как удовлетворить свои страсти, но не душевные, духовные потребности, то Господь от нас таких духовных людей скрывает. И в наше время наш мир очень сильно оскудел такими людьми. То, что сейчас личности, которые известны, очень часто приходят слышать, что поедем в такой монастырь, там такой старец, тут такой старец. Ну, а смысл вот этих поездок, смысл того, чтобы нашел этого старца. Опять же, вернуться к этой проповеди этого священника о старчестве. Он приводит пример Амбросию Оптинского. Когда тот шел по лесу, он услышал журчание ручья. И в этом журчании он услышал «Хвалите Бога! Хвалите Господа! Хвалите Господа!» И вот эти слова, которые журчал ручей, которые ему послышали, что «Хвалите Господа! Славьте Господа!» привели его к тому, к такому состоянию, что он решил избрать монашеский путь. Вот он говорит, для Амбросии Оптинского старцем был этот ручеек. Господь явил ему вот это чудо-старчество через ручей, через вещество, которое не имеет души, не имеет жизни как таковой, как имеет человек, как имеет любое живое существо. А в журчании ручья он дает ему такое откровение. Для многих людей вот это откровение явно через природу. Явно через какие-то случаи жизни. Если человек действительно ищет Бога, для него старец может быть его ближней. Человек, который даже священным саном не облечен, просто человек встречен на улице. Он может ему дать такой пример, что он для него будет действительно старцем, который перевернет всю его жизнь. у будущего эрмонаха Серафима Вырицкого, когда он еще был купцом, тоже произошел такой случай. Он шел по улице и вдруг увидел человека, который сидел растерянный и только говорил одни слова. «Не так, как ты хочешь, а как Бог видит». Ему очень интересно стало, что же человек, почему он повторяет эти слова. И остановившись у него, он поинтересовался. Тот рассказал ему печальную историю, что вот он привел на рынок последнюю корову, чтобы какую-то выручку получить за нее и детей своих прокормить. И ее у него украли. И вот Серафим Вырицкий возмещает ему весь его урон, который он потерпел. И вот эти слова, они ему запали в душу. И буквально в ближайшее время к нему приходит цирюльник, чтобы побрить его. И замыслив цирюльник убить будущего подвижника, преподобного, заодно вот совершить такое преступление, чтобы ограбить его. И вот Серафим Вырицкий по своей комнате, в котором он находился, прохаживаясь, он под впечатлением вот этих слов постоянно их повторяет. «Не так, как ты хочешь, а как Бог велит». «Не как ты хочешь, а как Бог велит». Цирюльник, услышав эти слова, подумал, что Бог открыл ему его замысел, из страхи упал на колени и стал просить у него прощения. Вот таким образом, что Серафим Вырицкий обратил внимание на этого крестьянина, помог ему, Господь украдил его от смерти. Вот это тоже был пример старчества, через простого крестьянина, который попал в тяжелую беду. Вот эти слова, они были как совет старца, что делать, чтобы уберечь свою жизнь от насильственной смерти. И по сути, вот если мы действительно ищем Бога, то нам не нужен даже какой-то человек особенный, потому что Господь будет открывать нам это через тех людей, которые рядом с нами. Он будет открывать нам свою волю. Он будет давать нам советы через даже окружающую нас природу, через пение птиц, через журчание ручья, через шелест ветра, ветвях деревьев. Господь будет нам давать вот этот чудесный свой совет. Но, к сожалению, мы ищем своей воли. Вот это своеволие, мы ищем такого старца, который бы подтвердил наше убеждение, подтвердил бы наш ответ. И не дай Бог этот старец скажет что-то другое, что-то против нас. Сразу мы его обвеним. Да какой он старец? Сразу тысячу грехов у этого старца найдем, если он нас скажет не так, как мы думаем, не так, как мы хотим. Сразу же мы найдем причину, в чем этого старца обличить и обвинить. Вот такие христиане. И практически все мы такие. От этого нужно отходить. Если мы действительно хотим получить пользу для своей души, хотим получить спасение, то мы должны искать Бога. Премудрый Соломон просил у Бога мудрости, чтобы ни богатства, ни славы, ни чести, ни знатности, ничего он этого не просил у Бога. Он просил у него мудрости, чтобы мудро управлять своим народом. А Господь, Бог, приложил ему все остальное. Говорит, за то, что ты мне этого не просил, я тебе дам это в таком количестве, которое не имел ни кто из живущих на земле. И мудрость тебе дам, такую, которую не имел ни один человек, живущий на земле. Господь наш Иисус Христос говорит, ищите прежде всего Царствие Небесное, а все остальное вам приложится. Вот эти наши ценности, они поменялись местами. Для нас первым стало материальное, а духовное для нас стало второстепенным. Мы не имеем веру в Бога, мы не имеем надежды на Бога, то, что Он может нашу жизнь управить, то, что Он нашей жизнью руководит. И получается такое, что мы, и приходя в храм, и ездя в паломнические поездки, ищем повода, чтобы оправдать свое мнение, свои внутренние убеждения, которые присущи только нам, с которыми не соглашаются, может быть, другие люди. Мы хотим их подпендить на авторитете старца. Сказать, что вот я был в таком-то монастыре, мне такой-то старец сказал вот так-то. То, что я думаю правильно, то, что взгляды мои верны, а вот вы все ошибаетесь. Вот такое проявление человека, такое его поведение, говорит о том, что он находит в состоянии гордыни, в состоянии прелести, прелещении самим собой. Даже если он найдет такого освящения, которое подтвердит правоту его, которое даст ответ ему такой, какой он хочет, желает получить, все равно это не будет знать, что он был прав. Вот давайте про это помнить. И свою правоту не ставит на первое место, а все-таки искать всегда правды Божьей. И помнить, что мы подчас оказываемся неправыми во всех наших земных поступках, во всех наших земных делах. Вот если мы это поймем, что никакой правоты у нас нет, никогда мы не творим правды, особенно правды Божьей, что там говорит уже о человеческой правде, то мы уже приблизимся к той добродете, которая называется смирением. Если мы стяжем вот эту добродетель, смирение, то Господь будет нам открывать свою волю черезовсё, даже через бездушные предметы. Не только через людей, которые рядом с вами находятся, но и через бездушные предметы, которые нас окружают. Даже через них Господь будет открывать нам свою святую волю. Как к нему прийти? Только мы должны всем сердцем желать обрести Бога. И Господь обязательно себя откроет нам. Спасибо вас, Господи. До свидания.